Иногда работа выполняется так хорошо, что вы даже не замечаете, как это было сделано. Добро пожаловать на WatchMojo Россия! Сегодня мы с подборкой десятки лучших визуальных эффектов, которые не отличить от реальности. В этой подборке мы рассмотрим сцены фильмов, которые, как нам кажется, были созданы без помощи визуальных эффектов, но на самом деле в их основе компьютерная графика. Однако совершенно не обязательно обращать внимание именно на компьютерную графику. Вместо этого мы фокусируемся на сценах, которые теоретически могли бы быть сделаны без визуальных эффектов, но ввели в заблуждение большинство зрителей. Номер 10. Сцены битвы в городе. Мстители. Мы не сомневаемся, вы были в курсе, что летающий железный человек и Брюс Бэннер, превращающийся в Халка, были сгенерированы компьютером. Но вас, вероятно, больше удивит тот факт, что почти все сцены битв снимались на фоне зеленого экрана, а здание и городской пейзаж были добавлены позже. Особенно поражает внимание к деталям, так как целый город и огромное количество жителей были созданы из ничего. Даже жалко как-то, что столько работы превратилось в руины. Но опять же, это всего лишь еще один пример крутости этих номинированных на Оскар эффектов. Номер 9. Место преступления. Зодиак. Дэвид Финчер – один из наиболее опытных и дотошных режиссеров триллеров, поэтому неудивительно, что он использовал современную графику, чтобы реконструировать место преступления, совершенного одним из самых известных серийных убийц в истории. Сцена была снята в киностудии, окруженной голубым экраном, а почти вся обстановка создана позже. Больше всего впечатляет тот факт, что окружающая обстановка показана на 360 градусов, включая долгие дубли, показывающие огромное пространство, которого на самом деле нет. Номер 8. Все. Великий Гэтсби. Когда объявили, что Бас Лурман будет режиссером адаптации классического романа Фиджеральда, все знали, что это будет экстравагантно. Бюджет фильма был чуть меньше, чем ВВП небольшой страны, так что воссоздать гламур Нью-Йорка 1920-х годов было бы невозможно, поэтому пробелы заполнили компьютерной графикой. Трудно привести один конкретный пример того, что в фильме казалось реальным, но таковым не являлось, поэтому мы охватим весь фильм. Если убрать все эффекты, останутся только актеры и несколько эпизодов. Честно говоря, то, что смогли создать кинематографисты, просто удивительно. У современных визуальных эффектов есть свои противники, но иногда это действительно единственно логичный вариант. Вот вам пример. Сцена из оскароносного фильма Рона Ховарда, в которой ребенок чуть не утонул в ванной. Сцена, безусловно, жуткая, но еще более жутко было бы использовать во время съемок реального малыша. Режиссер решил снимать сцены в ванной и ребенком по отдельности, соединив их цифровым способом. Безупречное исполнение позволяет сохранить напряженность момента, не подвергая опасности реальных младенцев. Думаем, за это можно получить свой Оскар. Номер 6. Сцена посадки на яхту. Волк с Уолл-стрит. Расточительный образ жизни героев Леонардо Ди Каприо, очевидно, не мог быть воплощен без компьютерной графики. На удивление, большая часть фильма, в том числе тюремный теннисный корт, многие здания и сцена со львом, гулящим по офису, были созданы с помощью визуальных эффектов. Но самой реалистичной кажется сцена посадки на яхту. Когда Наоми и компания подходят к причалу, чтобы подняться на яхту, все кажется вполне реальным, не так ли? Оказывается, эту сцену снимали на фоне зеленого экрана, а пейзаж добавили при монтаже. Взрыв мозга. Романтическая драма о геях-овцеводах в 1960-х годах не похожа на фильм, где активно используют визуальные эффекты, но именно поэтому «Горбатая гора» в нашем списке. Действие фильма происходит в Вайоминге, но снят он был на Альберте, Канаде. Чтобы пейзаж выглядел более аутентичным, кадры подкорректировали. Кроме того, дело касалось овец. Большого количества овец. Спецэффекты были здесь логичным выбором, потому что для независимого кинопроизводства такое количество животных только бы все усложнило. Номер 4. Обнаженная Джессика Альба. Мачете. Кого-то мы сейчас слегка разочаруем. Это был один из первых случаев, когда актер отказался обнажаться перед камерой, но в итоге все равно появился обнаженным. Та же техника позже будет использована в пятом сезоне «Игры престолов». Джессика Альба все же появится голой в фильме, но на самом деле во время съемки она была в нижнем белье, который убрали при монтаже. Мы выбрали эту сцену, потому что она предшествует другим, пусть даже кадр не такой значительный. Неизвестно, почему Альба так поступила, но здорово, что у актрис есть выбор. Номер 3. Близнецы Винклвоз. Социальная сеть. Арми Хаммер сейчас больше на слуху, чем в 2010-м, поэтому сейчас нас не так удивляет тот факт, что у него нет брата-близнеца. Опять же, Дэвид Финчер использует безупречные эффекты и превращает одного актера в двух персонажей, накладывая лицо Хаммера на тело другого человека. Хаммер во всех сценах играл Кэмерона, в то время как дублер был телом Тайлера. Это не первый раз, когда один актер играет близнецов, но в других примерах они редко появлялись на экране одновременно, в то время как здесь почти всегда вместе. Это одно из лучших составных изображений, поэтому оно здесь. Номер 2. Каньон. Безумный Макс. Дорога ярости. Дорога ярости произвела фурор в 2015 году своими захватывающими реалистичными спецэффектами, но не обошлось без использования таких же захватывающих эффектов компьютерной графики. Съемочная группа не смогла найти каньон, подходящий для снятия сцены, где Фуриоса пытается торговаться с бандой байкеров. Каньон должен был быть значительно узким, чтобы усилить чувство клаустрофобии и буквально поставить угрожающую банду повыше. Можешь смотреть сколько хочешь. Ничего даже отдаленно не напоминает компьютерную графику. И это еще одно доказательство, что фильм — отличный пример современных боевиков. Прежде чем мы раскроем главный секрет визуальных эффектов, вот еще поощрительные премии. Я именно где-то должен быть. Я прошу последние два годы, заканчивая в кухне, смотря в текущую визу, в текущих шагах от одного. Я не знаю, я знаю, я знаю. Я знаю, я знаю, я знаю. Номер один. Ребенок. Дитя человеческое. Как мы уже говорили, работа с актерами-детьми может быть сложной задачей. Особенно, когда ребенок должен быть новорожденным. Различные законы запрещают появление детей в кино до определенного возраста. В научно-фантастическом шедевре Альфонсо Куарона этот вопрос был решен блестящим визуальным трюком. В кульминационном рождении девочки был не настоящий ребенок, а модель, полностью построенная с помощью компьютера. В отличие от наложенного изображения, которое было у нас в седьмом пункте. То, насколько идеальный эффект вписывается в цветовую палитру, просто умопомрачительно. Особенно для полностью созданного изображения. В одной из главных сцен фильма набор спецэффектов реально нас шокировал. Согласен с нашей подборкой? Какой ваш любимый пример волшебных эффектов в фильмах? Не забудьте подписаться на WatchMojo Россия, чтобы следить за нашими крутыми подборками. Субтитры создавал DimaTorzok